Доброе утро! С вами утренний канал Накатунь24. Мы готовим вкусный завтрак и вас к хорошему дню. В поисках полезных, вкусных, а главное праздничных рецептов мы приехали в Белокуриху. На этой неделе мы в санатории Алтай-Вест, в ресторане Будапешт и наши супер праздничные завтраки готовим с поваром Надеждой Московченко. Надя, доброе утро! У нас сегодня еще один рецепт, казалось бы, всем знакомый, но с такой изюминкой. Что мы готовим? Сегодня мы готовим брускеты с рыбкой и брускеты с моцареллой и помидорами черри. Для рыбки нам понадобится... Для рыбки нам понадобится тунец, но кто любит какую. Хоть сайру из банки доставайте. Красный лучок сладкий и специи. Прекрасно! И понятно, что для... с моцареллой это самое томаты и с моцареллой и это все. Почему мы так договорились и решили? Обычно на столе у нас горячие бутерброды. Это кусок хлеба, немножко майонеза, колбаска, какой-нибудь томат и много-много сыра. В духовке запекли. Ну, надоело же, согласитесь. Да, что-то новенькое надо. Рыбку найти можно? Можно. Кусочки даже в вакуумной упаковке продаются. Стоят сравнительно недорого. Если тоненькими пластиками нарубить, хватит прям на хорошие порции. Ну и томаты, пожалуйста, сыр моцарелла. Опять-таки, то есть, можно найти хороший вариант, полезный, бюджетный. И наготовить, удивить себя, наесться и быть крайней, довольно такая закузочка, а перейти вперед основными блюдами на новогоднем столе. Мы начнем готовить буквально через мгновение, а сейчас у нас супер-бодрые новости. Оставайтесь с нами. В Крымском сафари-парке на свет появились сразу шесть амурских тигрят от двух хищниц. Правда, одна из них отказалась выкармливать малышей. Так она поступает уже не впервые. Заботу о потомстве, как говорят в народе матери кукушки, взяла на себя тигрица Фрида. Специалисты говорят, что одновременное вскармливание шестерых детенышей – это своего рода рекорд. В природе такое практически не встречается. Все полосатое семейство чувствует себя хорошо, малыши уже открыли глаза и даже рычат на окружающих. Трогательная история произошла в США. Бездомный по имени Элмер Альварес нашел конверт с чеком на сумму в 10 тысяч долларов. Мужчина не пошел в банк получать наличные, а решил вернуть пропажу. Ему удалось связаться с владелицей чека. Женщина не могла поверить, что нашелся честный человек, вернувший такую крупную сумму. И призналась, что раньше и сама не имела крыши над головой. В знак благодарности она предложила Альваресу помощь с поиском жилья и работы. Ну что ж, мы начнем. Итак, у нас сегодня бутерброды, они же брускетты. Что делаем в первую очередь? Берем батон. Берем батон. Берем батон, режем наискосок. Сантиметра полтора. А почему полтора? А почему полтора? Потому что, когда на гриле мы поджариваем, чуть-чуть придавляем, чтобы был рисунок, что у нас появился вот рисунок золотистый. А если больше? Должен, начинка не так будет чувствоваться? Да. Это самое, то, что поверх положено. А если меньше, что-нибудь спалим, будет какой-нибудь у нас сухай. Да, да, да. У нас одна корочка поджарится? Да. Да, подсушиваем на гриль-сковороде. Хорошая история. Мы сегодня без сковородки, мы решили, что раз у нас все-таки праздник, точнее приближение этого самого праздника, мы нашим помощникам отправим на кухню. Пусть они там на сковородке или на сковородке грилят, а дело все подсушивают. Кто-нибудь наверняка сегодня смотрит? Наверное. Наверное. А кому привет передадим? Всем, всем, всем. Мужу? А я кого люблю? Детям. Мужу, детям, свекровке. Доброго утра, здоровья. Долгих лет жизни, Деда Мороза ждите, он придет. Ну тогда всем хорошего настроения на сегодня, ну и в принципе навсегда так это назовем. Хлеб уносим на кухню, мы подсушиваем либо поджариваем его на сковородке или сковородке гриля, прерываемся буквально на полторы минутки и продолжаем готовить. Оставайтесь с нами. Доброе утро, меня зовут Алексей Шлягин, я врач-диетолог. Проголодались? Признайтесь честно, хочется съесть или выпить чего-нибудь вредного с утра. Например, чашку кофе натощак. Ммм, привет, гастрит! Так вот, о чем я? Мы незаслуженно забываем о продуктах, которые могут принести нам реальную пользу и выбираем те, которые дают в себе опасность или даже вред. Каждый день я буду приводить как минимум пять причин, по которым вы будете должны съесть тот или иной продукт на завтрак, обед или ужин. Обещаю, будет очень полезно. И сегодня поговорим о сыре моцарелла. Благодаря набору питательных веществ, эти белоснежные сырные комочки могут значительно поправить здоровье человека. В первую очередь, они благотворно влияют на состояние сердечно-сосудистой, костной и иммунной системы. Кроме того, моцарелла – это сыр, который легко усваивается любым организмом, будь то беременная женщина, ребенок или даже пожилой человек. Все благодаря высокому содержанию белка, который содержит полный спектр аминокислот и превосходит по усваиваемости любые мясные продукты. Лакомство итальянским сыром защищает стенки кишечника от патогенной микрофлоры. Это происходит благодаря энзимам, входящим в состав этих сырных шариков. Если сделать моцареллу желанным гостем за обеденным столом, возможно подлечить нервную систему, улучшить зрение, а также получить нежную кожу. Также моцарелла препятствует возникновению раковых заболеваний. Все это благодаря антиоксидантам, входящим в состав продукта. Моцареллу рекомендуют к употреблению в рацион детям до 3 лет, что отличает данный сорт продукта от других видов сыров. Кроме того, белоснежные мягкие комочки рекомендуются к употреблению диабетиком. С этим продуктом ни за что не потолстеешь, а вот скинуть пару-тройку лишних килограммов вполне реально. В рационе худеющих моцарелла может заменить творог или кефир, поэтому включение этого продукта на ужин будет воспринято организмом вполне адекватно. Питайтесь правильно и будьте здоровы! И вновь доброго утра! С вами утренний канал Накатунь24. Мы готовим вкусный завтрак и вас к хорошему дню. Мы в Белокурихе, в санатории Алтай-Вест, в ресторане Будапешт. И наши суперполезные, суперпраздничные завтраки готовим с поваром Надеждой Московченко. У нас готов хлеб. Вот что у нас получилось. Мы отставляем его, делаем начинку. Отставляем, делаем начинку с рыбы. Сначала берем лучок. Лучок разрезаем. И прям меленьким кубиком. Есть же прям отдельные лайфхаки о том, как быстро и правильно нарезать мук. То есть мы его не дорезаем до конца, а не дорезаем. Это суперпрофессионал. Если вы начинающий, то оставьте у краешка небольшую полосочку. И тогда вам будет легко его нарезать, разрезать напополам. И после уже крошить вот такой вот мелкий кубик, как у настоящих профессионалов. Рыбку чуть-чуть подмораживаем, чтобы она у нас хорошо резалась. И нарезаем сначала на пластике, а после уже на кубик. Надя, ну расскажите. Раз уж мы заговорили о том, кому мы тут привет передаем, наверняка, то есть вот этой самой большой семьей, вы Новый год и встречаете? Да нет, я работаю. И 30-го, и 31-го, и 1-го? Нет, 1-го, 2-го я дома. Вот. А с 31-го на 1-го я на работе. Ну ладно, значит, с 1-го Новый год. Что готовите, Оливье, готовите? Ну как-то у нас уже это не очень. Ну вы же в модном ресторане работаете, да? Ну как что у модного повара на столе, расскажите ко мне? Да, ну нынче кот собаки, надо что-то мясное. Ну что, ну есть уже в планах, что приготовить? Ой, как-то еще не думала, даже, честно говоря. Может быть, хрюшку? Нет. Макс вчера вот, коллега ваш, утку нам рассказывал, как с хурмой в хурме, через хурму приготовить. Кстати, супер рецепт, ищите на сайте Катунь24. В общем, уточку можно приготовить или бабушечку. Ну такие брускеты точно. Пока нарезаем рыбку мелким кубиком, мы смотрим еще одну рубрику и продолжаем готовить. Оставайтесь с нами. Итак, друзья, сегодня мы с вами изготовим ловцы снов. Такой новогодний декор. Для этого мы используем с вами проволоку, бусинки, нам потребуется леска и перышки. Берется проволока и делается форма нужная нам. Тут у нас есть форма готовая, сердечко. Я делаю логическое завершение в виде таких завитушек. Ну вот, заготовка готова. Как правило, у ловцов снов в середине такое сложное плетение. Веревочка должна быть хорошо закреплена в каждой точке примыкания. Там фиксируется узелком. Следующим этапом у нас будет закрепление бусинок. Готовим вот такую ниточку и закрепляем ее на ловец. Начинать очень удобно снизу. Почему? Потому что там идет переплетение вот этой проволоки. И там есть за что зацепиться, иначе просто леска будет скользить. Берем серебряный жгутик и закрепляем его на вот этих завитках. Пёрышки будут свисать отсюда. Дальше нам нужно будет протолкнуть бусинку, причем оба кончика, и упереть в проволоку. В заключение мы фиксируем пёрышки. Пёрышко должно начинаться из бусинки. Чтобы закрыть капельку клея, мы прячем его в бусинку. А теперь вот этим кончиком мне нужно попасть прямо в бусинку. И бусинку надвинуть на пёрышко. Самое главное в изготовлении ручных ёлочных игрушек, наверное, это процесс. Занимает это примерно 20 минут. И делать это нужно всей семьей вместе. Продолжаем. Вот таким образом, в такой вот меленький-меленький-меленький кубик, размером как одна икриночка, мы измельчаем рыбку и отправляем к нашему лучку. Там у нас половинка головки красного, крымского до сладкого лучка. Ой, что ли? Смотри, перца и лука, и всё туда. Кстати, перчика можно добавить. Это всё сейчас будет в процессе. Ну-ка, перемешиваем. Тем временем мы уже подсушили наш хлеб, наши брускеты. Вот наша самая подборочка. Так, это у нас? Это у нас похоже на перчик, да. Да, немножко. Дальше идёт, должна быть тут морская соль. Тоже как бы это. Ну да, всё в меру, потому что порция у нас небольшая, чтобы мы себе не насолили. Так, бальзамический уксус. Сюда же? Да, за место уксуса. Как вы маринуете лучок? Я не знаю, какие маринуете лучок. По-моему, я вообще его не мариную. Немножко, немножко. Прекрасно. Так, и добавляем ещё, наверное, оливковое масло для вкуса. Ливите, не живите. Ага. Ливите. Мне рецепт нравится. Я от колбасы устала. Но, мам, я приеду в гости, в принципе, готовят горячую бутерброду. Но вот такую, я думаю, мы тоже парочку вариантов на будущее, что понравится, что не понравится, тоже приготовим. На, попробовать. Всё перемешали и ставим в прохладное место, закрытое, на час. В прохладный холодильник? Да, да. В холодильник. И закрываем сверху пищевой плёнкой, чтобы не заветрило, так это назовем, да, в кавычках? И ждём ровно один час. После будем укладывать. Ну, что мы сейчас сделаем, как мы поступим? Я напомню, кстати, что 31 декабря обязательно вечером включайте Катунь 24, вас там будет ждать невероятное музыкальное шоу. Это обязательно. А сейчас мы делаем небольшой перерыв, после которого резюмируем, что мы сделали и расскажем, что мы будем делать дальше. Оставайтесь с нами. Субтитры делал DimaTorzok Как и обещала, резюмируем рецепт брускет с рыбкой. Итак, что в нашей миске надо? Вам слово. Рыбка, красный лучок, смесь перцев, морская соль, изюминка, оливковое масло, бальзамический уксус. А ещё забыла я добавить. Лимончик и апельсинчик для вкуса. Что я забыла. Прям мы выжмем сок. Давайте выжмем сок. Апельсинчик. Апельсинчик поливаем. И лимончик сейчас поливаем. Такая кислинка, такая терпка, цитрусовая нотка. Вот так вот. И ещё раз маринуем в холодильнике. Час. Час. Ну а после будем уже сервировать. Сейчас у нас перерыв, буквально 10 минут. Я передаю слово своим коллегам из новостной студии. Они готовы рассказать, что интересного произошло в Алтайском крае. А дальше мы продолжим готовить самое вкусное ещё впереди. Оставайтесь с нами. Доброе утро. С вами утренний канал Накатунь24. Мы готовим вкусный завтрак. Вас к хорошему дню. Мы готовимся к праздникам. Ищем самые вкусные, самые праздничные рецепты. На этой неделе мы в Белокурихе, в санатории Алтай-Вест, здесь в ресторане Будапешт. И сегодня наш завтрак мы готовим с заведующей Ириной Ушаковой. Ирина точно знает, как правильно в домашних условиях вкусно-вкусно засолить рыбку. Итак, у нас первый вариант. Пока ещё отдыхает. Ирина, доброе утро, да? И что мы делаем со вторым кусочком? Со вторым кусочком. Для этого нам нужно взять апельсин, снять с него цедру. А тёрочка такая, как на корейскую морковку, да? Чтобы у нас подлиннейшие были... Да, 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 да. Эти самые цедринки, как их правильно обозвать-то. И трём. Вредный. Ну, вот всё, там всё получается. Ну, ничего у нас получается. Мы не с такими, мы же боролись, да? Конечно. Как обычно Новый год встречаете? Может быть, какие-то семейные традиции есть? Может быть, кто-то, или Дед Морозом наряжается, или куда-нибудь едет здесь? Сын. Сын у меня наряжается Дедом Морозом. Он у меня вообще такой актёр. У нас есть здесь оранжевый кот в Пелокурихе. Оранжевый кот? Да. Как звук это? Нет. Это у нас такая фирма по проведению праздников. И вот он там каждый год, значит, Дедом Морозом ходит по домам, поздравляет. Ребятишек радует. Ребятишек, да. Ну и также приходит к нашим родственникам, к дедушкам, к бабушкам. Они очень рады, они очень ждут Нового года, когда придет к ним поздравить внука. Ну, я думаю, достаточно. Прекрасно. Так. Дальше мы берем с вами этот же апельсин, режем напополам. Режем напополам. Сок понадобится? Да, нам понадобится сок апельсина. Делаем утром свежевыжатый апельсиновый сок. Кстати, сок прекрасно подойдет для маринада, но утром, как дополнение к завтраку, свежевыжатые соки пить не рекомендуем. Содержит очень много сахара и по минимуму клетчатки. Я думаю, достаточно. Прекрасно. Так, что нам нужно? Что нам нужно? Как красиво рассыпала соль, прям как снег. Как снег. Как снег. Что нам нужно? Мы также берем филе наше с вами. Солим его. Добавляем. Да, добавляем соль. Рыбка соль любит. Она же морская, по крайней мере, та, которая у нас сегодня на столе. И чувствует соль у себя просто прекрасно. Ирина, давайте прервемся еще на одну небольшую паузу. Посмотрим еще одну рубрику и продолжим готовить. Давайте с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А мы продолжаем. Продолжаем заряжаться праздничным настроением. Что мы делаем дальше? Дальше мы делаем. Мы посолили с вами рыбу. Теперь берем немного, совсем немного перца. А почему в этом случае поменьше? А потому что перебьет вкус апельсиновой цитры. Да, и не будет уже того эффекта, который мы с вами хотим получить. Запоминаем. Эксперт точно знает, что самое лучшее засолы рыбы в Алтайском крае. Вот здесь точно мы с вами... Пудрим. Пудрим. Рыбу пудрим. Я... Добавляем пикантность. У меня даже слов нет по этому поводу. Добавляем пикантность. Так. Что еще? Что еще? Теперь мы берем апельсиновую цедру, которую мы с вами... Натерли. 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 Натерли для корейской морковки. Вообще вы можете использовать любую, конечно, терку. Ну, полезно. На ваше усмотрение. Мы подлиньше? Ну, да, да. Подлиньше, чтобы все-таки на праздничном столе это выглядело красиво. Так, мы берем с вами вторую, значит, чашечку. Да, у нас еще свежевыжатый апельсиновый сок. Для чего? Для чего? Для чего? Мы берем с вами и поливаем соком, чтобы наша рыбка напиталась этого аромата от апельсина. Да, рыбка любит цитрусовую. Лена. Ой, хоть сейчас ешь. Также оставляем нашу рыбку на 30-40 минут отдохнуть, подышать, напитаться соком, напитаться эфирными маслами от апельсина. А потом... А потом берем эту рыбу, также заворачиваем в фольгу и на сутки в холодильник. Или в пищевую пленку. Или в пленку, или в фольгу. Это также может быть в фольге? Да, это можно и в фольгу, и в пищевую пленку. Все это заворачиваем и в холодильник на хранение на сутки. А пока нет. И не трогаем, и не смотрим. Нет, ни в коем случае не выпускаем уже оттуда все ароматы, которые напиталась наша рыбка. Это обязательный нюанс. Обязательный нюанс. Иначе у вас получится совершенно не тот эффект, который вы ожидаете. Да. Не тот, который мы обещали сегодня. Не тот, который мы обещали. Кстати, 31 декабря. Мы смотрим не только утренний канал утром, но вечером. Включаем телевизор. Настраиваем волну на Катоне 24. Вас будет ожидать невероятное музыкальное шоу. Мы много месяцев готовились, старались. И наконец-то готовы порадовать нечетивым. Невероятным шоу. Включайте. У нас сейчас еще один небольшой перерыв, после которого мы готовим соус. Какой, расскажем уже скоро. Оставайтесь с нами. Проведите незабываемые новогодние каникулы в Белокурихе. Насладитесь чередой спа-ритуалов в Центре красоты Алтай-Близ в Санатории Алтай-Вест. В вашем распоряжении праздничная неделя неги и удовольствий. И пару дней для себя точно стоит найти. В санатории открылся спа-центр. Это прекрасная возможность при дефиците времени полноценно отдохнуть. Мы проводим такие процедуры, как базовый уход для сухой, для жирной кожи, чистки лица, термопроцедуры. Также мы работаем на аппаратной косметологии. Проводим алмазный пилинг, безинъекционную мезотерапию. Восстановить силы и красоту от макушки до самых пяточек вам помогут опытные специалисты салона. Алтай-Близ предлагает аппаратные косметологические процедуры. Убрать уставший серый цвет лица, лишние морщинки и несовершенство поможет безинъекционная мезотерапия. Она прекрасно подходит для тех, кто боится уколов, и для тех, кого уже вечером ожидает праздничная вечеринка. Никаких отеков и синячков. Просто сказка. Спускаемся ниже. Продолжаем уход за телом. Избавиться от лишних килограммов, подтянуть животик и ягодицы поможет аппарат Виора. А закрепить результат можно в бассейне и теплом джакузи. В спа-салоне Алтай-Близ вы всегда сможете проконсультироваться с врачом-косметологом и приобрести косметевтику известных мировых брендов. Отдыхайте с пользой вместе с санаторием Алтай-Вест. Продолжаем. Как обещали, готовим супер-соус. Какой-то он там невероятный состав. Ирина, рассказывайте. Невероятный соус. Да, совершенно право. Сметана. Для соуса нам понадобится сметана. Желательно, чтобы 10% жирности. Ну, можно и 15-20, но 10% достаточно. Яблоко. И? И апельсинь. Лимон. Лимон. И? И фенхель. Аромат этого самого напитка детства, который этот зеленый тархун просто, представьте, яблочко в перемешку. И к этой самой рыбке он и подается, да, вот этот невероятный соус. Да, да, подается к этой рыбе. В чем, собственно говоря, и... Что там? Пикантность. О, да, там не только сахарная пудра. Не будем уже сегодня упускать это слово. Можжевеловые ягоды. Потому что собрали все, знаешь, как есть же, вот в Гарри Поттере там было, из самого фильма, книги, лавка, где продавали какие-то невероятные вещи. И вот в нашем случае, то есть давайте можжевеловые ягод, наверное, собираем, там чего-то еще и чего-то еще и приготовим, что-то поистине сказочное, как раз к новогодним праздникам. Яблочко, половинки, достаточно мелким кубиком, да? Да, нет, не кубиком, соломкой, мелкой соломкой, да. Этот сам соус по себе, он не маринуется? Просто ты его готовишь? Нет, нет. Очень быстро готовится все. Соус вы можете подавать любой, какой вы любите. Может это быть тартар, может быть это просто купленный в супермаркете. Яблоко и фенхелем. Ну, конечно, своими руками в домашних условиях. Это же не сравнится ни с чем. Нет, ни с чем. Тем более у нас год собаки, а собака любит и рыбу, и мясо, и курицу, и даже пельмени на новогоднем столе. Поэтому нет никаких ограничений, готовьте все, что душе угодно. Лена, зачем нам пельмени, когда у нас с вами такой быстрый рецепт засолки рыбы? Да, главное 30-го начать его готовить, а 31-го закончить. И вот прям молниеносный. Немножко добавляем фенхелем, совсем немножечко. И добавляем сюда сок лимона. Еще перемешиваем, готово, солить нужно? Все перемешиваем. Яблочко сладенькое, и соли никакой, конечно, не потребуется. Он такой сладковатый, все-таки будет иметь вкус. Сладко-кислый будет вкус у нашего с вами соуса. На мороженку похоже. Яблочко со сметанкой, к рыбке. Повторяем дома, на своем новогоднем столе. Обязательно рекомендую. Прикуску к оливье. Готов соус. Ну вот, собственно, и все, наш соус готов. Мы сейчас смотрим модный прогноз, после которого резюмируем все-все-все, что мы успели сделать за сегодня. Оставайтесь с нами. Встречаем Новый год правильно. Сегодня рассмотрим несколько советов, как угодить главной хозяйке года – желтой земляной собаке. Логично предположить, что главными цветами наступающего 2018 года будут желтый и коричневый. Так оно, в общем, и есть. Учитывая массу оттенков – экрю, песочный, золотистый и терракотовый. Смело добавляйте серые тона от перламутрового до графитового и вспоминайте, что земля – не только почва, но и растительность. Водоемы – природный и рукотворный ландшафт. Все это среда обитания тотемного животного. Почетные гости по нраву придутся любые вариации на тему синего, зеленого, бирюзового, пурпурного, оранжевого, розового и голубого. Фасоны в глаз собаки лучше выбирать нейтральные. Ей притят как излишняя вычурность, так и незаметная скромность. Элегантный и оригинальный крой – полуприталенный или летящий силуэт. Если открытая часть тела, то только одна – наряд, в котором можно зажигать до утра. Отлично, если ваш наряд будет декорирован различными меховыми элементами. Например, манжеты, воротник и подол одежды можно окантовать меховыми полосками. Не забываем, что собаки ведут вечную борьбу с кошками, а значит в ансамбле не должно быть кошачьей тематики. Покровитель года не терпит украшений, напоминающих ошейник. Будь то крупные цепи, кожаные ожерелья и чокер. Кулон или подвеска с крупным камнем вполне могут появиться в образе. А еще лучше надеть браслет с фигуркой собачки или выбрать подвеску в форме лаком и косточки. Такой аксессуар точно не останется без внимания и порадует покровителя года. И вновь доброго утра! С вами Утренний канал. Супер праздничный, супер новогодний Утренний канал. У нас сегодня необычный рецепт. Мы сегодня готовим рыбку, но мы ее не жарим, не парим и не варим. Ирина, что мы сегодня делаем с рыбкой? У нас с вами два замечательных рецепта малосоленой семки. С нами сегодня заведующая рестораном Будапешт Санаторий Алтай-Вест Ирина Ушакова. Итак, мы соус перекладываем и рассказываем про эти самые виды засолов. Ирина, вам слово. Это ваш коронный рецепт, рецепт вашей семьи. Слушаем. Первый рецепт у нас с можжевеловыми ягодами. Берем филе семги. Как я уже сказала, это может быть кита, горбуша, любая рыба, форель. Берем филе, либо покупаем в магазине рыбу. И разделываем в домашних условиях на филе. Рыба должна быть желательно категории 2+, чтобы у вас было полноценное филе. Ну, чтобы у вас не получилось вот такая вот полосочка, гости придут, что вы положите на стол? 2+, хорошо. Берем полноценное филе 2+. Такая категория. Хорошо. Разделываем, как мы это с вами сделали в нашем случае на филе. Первое, с можжевеловыми ягодами. Солим. Это может быть морская соль. Это может быть любая соль, какая у вас есть дома. Обязательно смесь перцев. Если у вас нет смеси перцев, подойдет и черный перец горошком. Но желательно, чтобы это было через мельничку, чтобы все сохранились эфирные масла, которые содержат наш перчик. Нужны также можжевеловые ягоды. Можжевеловые ягоды вы можете купить либо целые, либо уже молотые. Но в нашем рецепте мы с вами используем молотые можжевеловые ягоды, для того, чтобы раскрылся этот аромат наш елочный. Так. Хвойный. Так, и нам нужна соль. В нашем случае это морская соль. Вообще это может быть любая соль. Да. И джин, который исполняет желание. И джин. Самое главное джин. И самое главное дать 30-40 минут нашей рыбке. Отлежаться, а потом на сутки? Да. А потом на сутки заворачиваем либо в пленку, либо в фольгу, и уже не тревожим нашу рыбу. Второй вариант. Второй вариант. Рыба с апельсиновой цедрой. Солим, перчим. Но в этом случае перец все-таки нам нужен чуть-чуть совершенно, чтобы была какая-то у нас с вами неуловимая нотка. Перчинка, так сказать. Перчинка, да. Да. Здесь главная скрипка, главную роль играет все-таки апельсиновая цедра. Поэтому мы все это солим, перчим. Не забываем про сахарную пудру с вами. И здесь, и здесь. И здесь, и здесь, да. И заливаем это все апельсиновым соком. Также оставляем на 30-40 минут, чтобы подышали, чтобы напитали все вот эти вкусности, чтобы на нашем новогоднем столе пахло не только рыбой, так скажем, но и апельсинами, запахом. Вкусняшками. Да, вкусняшками. А также после сутки. После сутки заворачиваем и в холодильник. Наша рыба готова. Ирина, ну такая молодец. Вот за меньше, чем за час рассказали два просто невероятных рецепта. Обязательно повторяем такую штуку у себя дома на кухне для праздничного стола. Ирина, говорю огромное спасибо. С наступающим вас. С наступающим. Всего самого-самого хорошего исполнения. Желаний меч здоровья. Спасибо вам. И всякого-всякого-всякого-всякого приятного. Я напоминаю, что 31 декабря вечером на телеканале Катунь 24 вас ожидает невероятное музыкальное шоу. Обязательно включайте и встречайте Новый год вместе с нами. Ну а на сегодня все. Всем желаем отличного дня, приятного аппетита. С наступающим. С наступающим вас, дорогие друзья. Всего вам хорошего, наилучшего в 2018 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин